Редби игра для суровых и больших мужчин И это в корне неправильное суждение В этом виде спорта пол, вес, возраст, национальность и материальное положение абсолютно не играют никакой роли Главное взять руки в мяч, поставить цель и не видеть препятствия Несмотря на то, что для России игра новая, непонятная, регби очень старая игра с большой историей В принципе, в Англии, где эта страна зародилась, называют регби-футбол То есть изначально был один вид спорта, какой-то там, ну, не суррогат, какой-то прародитель регби-футбола Все люди просто играли вот в эту непонятную игру, не было правил А потом один парень, Уильям Глапелес, взял во время матча в колледже мяч в руки и побежал И забил гол Его, там, не знаю, коллеги, да, по учебе, они вроде возмущались, вроде нет, потому что четких правил не было То есть он сделал что-то странное, необычное, но при этом это было, там, легальное действие То есть со временем появились, скажем так, две группы людей, которые принимали вот именно такую разновидность, что можно брать мяч в руки Вторая группа, которая говорила, играем только ногами Со временем это чопорные, там, точно англичане решили собраться и сделать четкие правила Это момент, когда регби-футбол они разделились и создались две федерации Вообще, ну, регби-футбол они зародились в 19 веке в Англии То есть, ну, это богатая история, на самом деле, виды спорта А в России, еще во время Российской империи, регби тоже, благодаря каким-то связям дипломатическим, проникла в Российскую империю Уже наши соотечественники пробовали играть в эту игру И после революции тоже, ну, там, продолжал регби оставаться в нашей стране, в Советском Союзе И даже есть известный факт мировой Одна из главных легенд сборной Англии, там, граф Аболенский Он, ну, там, иммигрант, который остался жить в Англии после революции Он считается одним из лучших игроков в истории регби английского То есть, это наш, там, ну, русский князь, который внес большой флаг мирового регби В 10-м году, когда мы образовались, вот 9-10-11 год Это был некое такое время, когда энтузиасты, ни на чем не основываясь, решили, почему попробовать регби Началось все просто какое-то увеличение по воскресеньям Со временем, ну, переросло в какой-то, там, больше интерес Первый матч провели уже, наверное, меньше, чем через месяц с ребятами из Тольятти То есть, поначалу, ну, да, круто А потом одно за другим, тренировки, соревнования В августе мы провели первый турнир по регби-7 олимпийской дисциплине Если говорить о нашей команде мужской, это клуб любительский То есть, все там парни работают, учатся и находят свое личное время, деньги Просто, чтобы заняться каким-то интересным делом Антон, а можешь вкратце, но подробно объяснить правила игры мне и нашим зрителям? То есть, сколько человек играет в команде, как в футболе или есть различия? Есть несколько видов регби, начнем с этого Классический регби-регби-15, соответственно, 15 человек на поле в каждой команде Олимпийская дисциплина регби-7, тоже большое поле футбольное, но 7 человек на поле в каждой команде Ну и, как, наверное, у футбола, все там видят сейчас популярный пляжный футбол Есть тоже пляжный регби, 5 на 5, ну, примерно, как пляжный футбол, такая же площадка Правила, если сократить их до минимума, запрещен пас руками назад Это как? То есть... Задача... Если мы движемся в атаке, и у меня мяч Задача бежать, так мы называем, веером То есть, игроки, которые без мяча, должны строиться за игроком с мячом То есть, смотри, толкаться, бить, это приветствуется здесь Регби спорт контактный, жесткий, и, ну, что скрывать, да, травмы часто бывают Потому что игра такая, которая, ну, располагает к тому, что много столкновений И поэтому федерация регби мировая, она ведет к тому свою деятельность, чтобы снизить количество травм Соответственно, правила уже встречаются То есть, если раньше, там, как говорят, аксакалы в 80-х, там, драки случались на каждом матче, это было в порядке вещей Сейчас за драки, там, ну, допустим, с поля сразу выгоняют Федерация международная говорит, если вы наносите прямой удар в голову сопернику, вы удаляетесь вообще безапелляционно Это просто новое время матча, как в футболе красная карточка А потом еще будет, там, дисциплинарное наказание, там, на несколько матчей То есть, вот, все контакты в голову, они являются нелегальными Многие люди путают с американским футболом Где отличия вообще? Ну, вот, в американском футболе первое, самое главное отличие, это форма То есть, да, в футболе, там, большие железные шлема, наплечники, какая-то амуниция, защита И в футболе американском разрешен пас вперед То есть, по сути, там, ну, одна атака, что-то пас вперед, у них, там, стоп-игра какая-то И, там, я не силен в правилах В регги пас вперед запрещен, у нашего униформа, как у футболистов обычных, там, шортики, маечка Разрешен очень тонкий, там, грубо говоря, пролоновый шлем сантиметр толщиной Который, ну, так, для красоты в основном Вот, ну, это главное, наверное, отличие футбола американского и регби И, опять же, футбол американской Америки культируется Регби изначально из Англии произошел И в англо-сасонских странах пропагандируется Англия, там, Новозеландия, Австралия Ну, и французы тоже очень сильные, например Ворота обычные, я правильно понимаю? Ворота, ну, есть такие N-образные ворота, то есть, там, должны быть такие две штанги вверх, в воздух, в небеса И нужно, чтобы мяч летел не как в обычном футболе, там, под перекладину, а над перекладиной между штангами прошел То есть, вот, как бы, ну, мы, конечно, в любителях играем, процентов, 90 случаев без ворот Потому что наша страна не приспособлена, мало регбиных стадионов Ну, там, мы можем либо просто, там, палки прикрутить, либо, там, наугад бить выше перекладины То есть, регбиный стадион отличается воротами, а покрытие газона тоже вообще больше отличия? Да, 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 просто ворота Ну, там, ну, другая разметка и ворота, а так, вот, мы играем в футбольных полях обычных, проблем никаких нету В регби 15, два тайма по 40 минут, в регби 7, один тайм длится 7 минут В этой игре главное набрать очки И чтобы забить гол, недостаточно перекинуть мяч через перекладину ворот Нужно добежать за засчетную линию соперника и коснуться мячом с земли Это действие именуется трай, что в переводе попытка и дает 5 очков Только после этого дается право пробить поворотом При удачной попытке это еще минимум 2 очка Скажи, пожалуйста, если у футболистов, да, в принципе, сила в ногах, то у регбиста в руках Ко всему прочему, плюс ноги Как вы дополнительно прокачиваете руки? Да, у нас сила везде Ну, не то, что мы, там, какие-то суперсильные или суперспортивные ребята Это простые парни, которые, там, опять же, живут свою жизнь и приходят на тренировки Ну, в данном случае, юбидский клуб Это обычные ребята, которые живут там с вами Это не супергерои Главное, все в голове, в твоем настрое, в желании Если на тебя бежит большой игрок, который два раза больше тебя Я сам вешаю, там, 7-2 килограмма У нас есть ребята, которые, там, 115-20 весит Да, и, ну, если у тебя есть настрой в голове, что там, ты не боишься У тебя есть понимание какой-то техники, ты его остановишь То есть, в первую очередь, это ментальное, да, там, твое сознание и желание, там, бороться на поле Ну, конечно, у нас, кроме, там, тренировок на поле, есть и борцовский зал, где мы отрабатываем захватный Есть тренажерный зал Рэкби – это командный вид спорта И, как нигде, нужен этот командный дух, да? Очень важны, там, позиции на поле, которые занимаются именно коммуникацией Нужен, во-первых, там, лидер схватки больших парней Кто будет командовать большими парнями Нужны два плеймекера Там, номер 9 и 10 на поле Вот, это люди, которые, в принципе, отвечают за общение в команде При этом, рэкби очень импровизационный вид спорта Несмотря на то, что с стороны кажется просто, да, мы, там, какие-то, там, неумные животные Бьемся просто вперед лбами Это так Это не стоит скрывать Это просто задача бежать, да, и пробиться Но при этом есть много, там, всяких хитростей, элементов И каждый раз тебе, там, приходят новые события, которые нужно импровизировать И, там, кроме того, что есть, там, 15 человек И все развивается на мини-группы На три, на пять человек И поэтому в каждом коллективе есть своя, там, коммуникация Есть наигранные схемы, когда ты просто говоришь два слова И знаешь, что ты будешь делать А есть, когда просто у ребят есть время, там, передохнуть Пока другие атакуют и договориться Поэтому коммуникация важна Она постоянно есть И самое главное, без общения в регби ничего не получится Если не будешь общаться на поле, игра не выйдет Ни в защите, ни в атаке Плеймейкер под номером 9, он же полузащитник схватки Вводит в игру мяч и решает, кому его пасовать Бугая – это 8 супертяжелых игроков Общий вес которых может доходить до тонны Или же игрокам веера, как их еще называют трехчетвертные У них свой лидер – плеймейкер под номером 10 Насколько популярны женские сборные в регби? Девушки, они еще более бедбашенные У них там, ну, больше эмоций Всем это понятно, да Поэтому они там более агрессивно действуют на поле У девушек регби-15 не так развито Ну, наверное, там сложнее найти так много девушек, да, грубо говоря Проще развивать регби-7 Если говорить о России, у нас, как во многих деспорта Женская сборная сильнее, чем мужская То есть наши там девушки по регби-7 Они, ну, по рейтингу именно регби-7 Они стоят выше, чем наши мужчины Они играют на мировой серии Есть такая серия турниров там в году, да Элитных турниров, элитных сборных И наши девочки там, и они в пятерке За скольки лет можно давать в регби? Как и остальные дела вот именно с детьми? Тренируются ли у нас детишки? Вообще практика в России? Детская регби Уже много лет, много десятилетий Советского Союза Проходит турнир в Зеленограде Самый главный детский золотой овал В этом году было 48 команд на возраст То есть ребята с 6-7 года рождения было 48 команд И это попали не все То есть много команд не приняли участие То есть, ну, для меня это показатель просто гигантский Да, сколько на самом деле ребят, регионов Нашей стране знает, культирует регби То есть регби на самом деле довольно развит У нас в Ульяновске, в Казани, в Чебоксарах, в Самаре В Найбережных Челнах Ну и просто в Ижевске То, что стало на скидку про Поволжье Это где-то там, где есть детские команды То есть везде рядом есть детское регби Со скольки лет можно отдавать ребенка? Мы набираем с первого класса Опять же, поначалу дети играют Ну, если про первый класс Это просто там эстафетки, какая-то подготовка Никакого контакта, бесконтактное регби Приучить к непростому, к нам, жителям России, пасу назад А потом уже, да, потихоньку ребята По мере готовности переходят в контактное регби Там вот ездят на соревнования В то время, как на поле творится месиво На трибунах полный штиль Болельщики регби, как ни странно, отличаются умиротворенностью Сидят в обнимку, а кричащих плакатов, мегафонов и дудок Минимальное количество Я очень часто задаю такой вопрос спортсменам А вот когда регбисты уходят на пенсию? То, что мы там играем, пока есть силы Есть ветеранские команды отдельно И, ну, регби, наверное, с одной стороны В отличие от футбола, да, который, ну, хотя сейчас тоже начинает стареть Профессиональный футбол То есть в регби, там, игрокам он большим В 35 лет, там, считается, там, чуть ли не расцвет игрока первой линии Какие сейчас стоят проблемы, возможно, перед ульяновским регби, в частности, и перед регби в России? Вот на твой взгляд В регби в России, да, начнется все глобально Спорт не очень развитый, мало рекламы, мало рекламы Реклама, самое главное, на телевидении Опять же, ну, нужно показывать и матчи постоянно мировых сборных Которые показывают высокий уровень, высокая трансляция То есть первое – это реклама А из-за рекламы, понятно, нету, там, ну, детей Нету, ну, дети есть, но не так, как хотелось бы, конечно Хочется больше массовости А из массовости рождаются какие-то, там, уже результаты, получаются звезды При этом у нас, ну, хорошенько-то не стало в стране, да У нас, к сожалению, просто исторически не очень радует вид спорта При том, что если брать, там, мирового лидера Новую Зеландию по регби Да, это просто, там, короли регби Ну, там, мы можем регбисту возмущаться Почему вот мы проигрываем, мы Такая огромная страна, столько населения, как, короче, Новая Зеландия Нас там, ну, всех выигрывает Но у нас исторически дорогие виды спорта В приоритете, ну, это нормально Просто нам, регбистам, немножко не повезло И, ну, в наших силах сейчас, да, вот самим своим действием Никого не пенять, развивать детское и юношеское регби В каждом регионе, что мы сейчас и делаем все активно И потихоньку в свои кадры, там, создавать им базу какую-то материальную Ну, главное, все, конечно, проявятся финансы И, там, если говорить про федерацию регулированской области Наша проблема – это нехватка тренерских кадров У нас сейчас, там, четыре детских тренера Один студент уехал к себе в Фингилей, Андрей Детская секция Два бывших регбиста И третий, вот еще один бывший Ну, все четыре, они играли в регби Ну, они играли в нашей команде Сейчас они развивают регби ульяновские, набирают детей Получается это удовольствие Не всегда все получается, потому что, да, ну, там, спорт не очень известный Ребята, только начинающие тренера, им тяжело Но это нормально, да, они никогда не тренировали Вот, поэтому, вот у нас есть несколько, там, проблем Но мы с ними боремся, мы не сложаем руки, не сидим Мы, там, ни на кого не жалуемся, не уповаем Там на судьбу, мы делаем все сами Три главных качества профессионального регбиста Наверное, как и во всем, нужно любить свое дело Ну, отдаваться полностью Ну, это один нарпункт, да, любить, отдаваться полному делу Потом сам развиваться постоянно Не ждать что-то, там, только от тренера Ну, третье, слушать маму В смысле, слушать маму? Такой дядечка слушает маму, ну-ка, поясни Ну, это самое главное В то время, пока мы писали передачу В Японии проходит девятый чемпионат мира по регби Престижное соревнование, которое проводится с 1989 года Для нашей сборной это исторический момент Ведь российские регбисты представляют страну на чемпионате во второй раз Впервые на мировой уровень они пробились в 2011 году В этом году наши регбисты открывали чемпионат Мне, конечно, до профессионального регбиста Да куда уж там, просто до начинающего любителя Очень далеко Но я решила попробовать отработать несколько элементов Лезть на рожон, то есть внедряться прямо в игру Я была не готова Сколько вообще пас? Не готова Ну, пас можно, смотри, можно выбрать вот на коротке Да? Можно дать, ну, можно там, просто там На средней дистанции, вот такой вот, он легко летит Можно отдать Крученый на длинной дистанции Ага Можно отдать пас, там, опять же, я же бегу, ты чуть сзади Ну, там, такой Как правильно ловить? Всегда ли нужно ловить? Правильно ловить мы делаем такой вот коридор, окошечко Выставляю руки перед собой Когда ты получаешь мяч, мы его амортизируем Ну, в принципе, как бы в скетболе Просто мы даем пас, ну, не отсюда, а даем пас снизу Ага Там, даже если он не крученный, мы даем пас снизу чуть-четновесиком А ловлю вот сюда, да, вот именно вот это окошечко всеми пальцами Ловить пас нужно пальцами возле груди И делать кисть мягкой Например, есть пас, который передается снизу Так, игрок уводит мяч ближе к бедру Локти согнуты под углом 90 градусов И затем мяч выводится вперед Руки уже выпрямлены в локтях При этом пальцы добавляют мощности Именно за счет них увеличивается жесткость подачи мяча А это пас как-то называется? Нет, это, там, просто обычный пас Ну, вот такой пас, крученный, там, крученный, либо спин пас Ну, это просто, не знаю, пас А головой можно отбить? Ну, как бы правило В принципе, там есть, там, типа лазейка, что не запрещено Но смысла нет, вот, дать головой И бывает, мяч иногда попадет в голову Но это совершенно случайно Умение правильно ловить мяч понадобилось после Когда парни помогли отработать элемент построения в регби под названием лифт Когда мяч выходит в аут, ну, как во всех видах спорта, там, игровых Разыгрывается аут каким-то образом Там, в футболе просто бросают его из-за головы, баскетболе, там, ближнему дают Да, там, то же самое В регби специфический розыгрыш аута называется коридор Игрок, позиция называется хукер Вот, он стоит за линией аута Напротив него строятся две команды коридором То есть вот в такую линию друг за другом И пытаются отыграть мяч И лифт здесь в помощь Два игрока-сватки поднимают более легкого, но высокого коллегу по команде Как правило, это игрок второй линии Основная цель которого – поймать мяч и передать другому Ну, посмотрим, как с этой задачей справлюсь я Дальше отрабатывала навыки контакта при игре Моя задача была правильно сгруппироваться и налететь на противника, чтобы остаться целым Задача защитника – захватить соперника и постараться так же обойтись без травм Мой разбег скрасила специальная подушка И даже с ней, честно говоря, удар ощущался Так, смотри, лучше входить не лицом, а развернуться и плечом, да Ты об ногу Ну, если, ну, как бы, им, конечно, лучше играть Но вот в регби ты идешь лицом, получишь по лицу А так, стучи, подай в корпус вперед Да, и вот, да, все правильно Вот эту ногу ставишь, нога плечо одноименной, плечом входишь в щит Не, бежишь прямо, бежишь прямо, а потом угруппируешься Да, поехали Молодец Изначально в регби играли мячом, сделанным из свиного мочевого пузыря Сейчас главный атрибут игры стал современным Традиционно осталась лишь овальная форма Игра руками в регби занимает львиную долю Лишь только в 10% случаях в дело вступают ноги Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok